здравствуйте друзья меня зовут шипилов вадим и мы с вами продолжаем знакомиться с программой 12 шагов мы коротко и по возможности емко говорим о том что значит каждый из шагов и о чем он вообще говорит сегодня у нас четвертый шаг мы говорим о четвертом шаге он звучит так глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной точки зрения и это то что мне придется делать в течение всей своей жизни это глубокая и бесстрашная инвентаризация себя же и в этом шаге мы работаем и узнаем о таких проявлениях эгоизма как обида страх токсичные отношения в общем и сексуальные отношения в частности и это такие индикаторы духовного заболевания которое называется зависимость четвертый шаг логически вытекает из первых трех и в третьем шаге я припоручаю свою волю и жизнь богу как я его понимаю четвертый и девятые шаги вот 4 это начало это работа над собой и это очень глубокие процессы да там 10 11 12 это уже поддержание того что я сделал вот в этих шагах и это передача другим так вот четвертый шаг это фундаментальный шаг начала работы над собой в первых двух шагах мы приходим к пониманию болезни первый момент их два это физическая проблема это так называемый феномен тяги и вторая это психологическая проблема это бессилие перед зависимостью и теперь мы подходим квинтэссенция четвертого шага это духовная проблема зависимость и мы понимаем что если зависимость это духовная проблема то конечно же нам не духовные инструменты навряд ли помогут поэтому мы должны найти тот путь который даст нам результаты в четвертом шаге мы к нему приступаем и инструменты четвертого шага это составление списков это анализ и это молитвы в четвертом шаге мы выясняем что у нас есть и от чего нам нужно избавиться у нас есть определенные дефекты характера и работа со следствиями то есть поступками не принесет нам результата нам нужна первопричина этих действий именно об этом четвертый шаг мы пишем инвентаризацию не для того чтобы стать белыми и пушистыми мы это делаем для того чтобы узнать причину которая блокирует нас от высшей силы а необходимость связи с этой высшей силой мы поняли в предыдущих шагах во первых нам нужно спросить что мы хотим от выздоровления и люди которые действительно занимаются этими процессами скажут что мы хотим быть счастливыми радостными и свободными но как это сделать если мы сами себе не нравимся и сами себя не знаем вот как раз четвертый шаг дает нам понимание того кто мы такие результаты которые мы должны достигнуть в четвертом шаге это во первых составление списка всех тех проявлений которые мне мешают это обида злость страхи ненормальные отношения на примере сексуальных отношений провести анализ и сделать выводы что и каким образом заслоняло меня от контакта с высшей силой установить контакт с богом и получить инструмент виде молитв и получить доказательства в том что они работают и доказательства того что высшая сила существует прийти к убеждению на практике прийти к пониманию того как с помощью наших духовных недугов мир и люди часто управляли нами и наработать опыт освобождения от страхов обид с помощью высшей силы если мы не получим этих результатов а это жизненно необходимый опыт то программа не будет работать нашей жизни а нам необходимо чтобы она действовала каждый день четвертый шаг означает новую эру в нашем выздоровлении с 4 по 9 шаги можно назвать процессом в процессе и мы в пятом шестом седьмом восьмом девятом шаги так или иначе будем возвращаться к тому что мы сделали в четвертом это как луковица когда мы снимаем верхний слой грязная или засохший засохший мы постепенно проходим к чистому и светлому что находится в сердцевине и это важно для нас еще раз повторю что четвертый шаг это не шаг самокопания это шаг узнавания себя и в том числе и своих очень ценных качеств которые мы не замечали за теми поступками которые делали четвертый шаг это шаг в том числе и освобождение потому что мы не знали что с нами происходит и мы постепенно начинаем узнавать что наше поведение это не мы а это всего лишь индикатор того что происходит внутри нас и когда мы пройдем этот путь то мы получим конечно же определенную свободу четвертый шаг состоит из нескольких моментов первый это составление списка обид мы вносим туда людей на которых мы обижаемся второе это анализ и выводы третье это молитвы четвертое это составление списка страха и пятое это работа с сексуальными отношениями если мы действительно глубоко работали в четвертом шаге то мы поняли истинную суть нашей злобы ее бесполезность ее разрушительность мы научились быть терпимыми даже к нашим врагам потому что мы относимся к ним в этой части как людям больным духовно и которым самим нужна помощь и работа по четвертому шагу это начало списка для восьмого шага что мы составляем список людей которые мы будем впоследствии размещать ущерб в четвертом шаге мы составляем список людей на которых мы имеем обиды или на которых мы злимся это люди могут быть которые десятилетиями уже живут в нашей голове мы не можем от них избавиться или люди которые нас обидели только вот недавно сегодня и те и другие совершенно не нужны нам потому что обида и злость это разрушительное чувство это то что забирает у нас энергию это то что закрывает нас от божественных проявлений это то что не дает нам наслаждаться в принципе жизни мы работаем со своими страхами страхи всегда в будущем страхи это то что мы зачастую себе придумываем и эти страхи тоже отравляют нашу жизнь потому что к примеру страх смерти это страх который не имеет под собой основания потому что человеку не принадлежит время когда он уйдет из жизни и когда придет смерть нас уже здесь не будет а пока мы живем нет смерти мы с ней никогда не встретимся но этот страх очень распространенный и изучая и анализируя эти моменты мы избавляемся от этих страхов от этих от этих это облегчает и осветляет нашу жизнь не так друзья у нас четвертый шаг звучит глубоко и бесстрашно оценили себя с нравственной точки зрения нравственная точка зрения в четвертом шаге 12 шаговая программа делится на несколько моментов первый это работа с обидами и это очень серьезная работа очень серьезно это работа со злостью это работа со страхами своими и работа по улучшению взаимоотношения с людьми на примере анализа того что у нас было в жизни и и это то что действительно дает мне узнавание себя то есть люди в четвертом шаге знакомиться себя таким какие они есть они такими какими они придумали себе это очень важно а для принятия себя и б для новых оснований взаимоотношений в мире поэтому друзья четвертый шаг конечно же нужно делать со спонсором четвертый шаг конечно же нужно делать с наставником спонсор это в плане наставник это общее так общем мировое понятие в 12 шаговой программе которая не подразумевает движение денег это наставник или же в группе то есть ну тоже под наблюдением людей которые знают как это делать это очень важная такая терапевтическая работа и это очень мощный инструмент для обретения нового качества жизни о котором мы говорили выше это быть радостным счастливым и свободным вот о чем у нас четвертый шаг друзья смотрите нас предыдущие шаги 1 2 3 вы можете посмотреть и перейти по ссылке которая верхнем правом углу или же в описании под видео подписывайтесь на нас смотрите наши новые ролики а я вам желаю мира до свидания